Разговор по душам продюсера Пригожина и миллиардера Ахмедова, ставший достоянием общественности, без преувеличения, поворотный момент во всей истории путинизма. В смысловом и инструментальном плане отступничество видных российских элитариев от Путина имеет схожий эффект. Недаром уже столько времени не спадает накал вокруг пресловутой беседы. Сот-то они просрали, страну они просрали, все они просрали, все. В сеть попала очередная запись телефонного разговора российских олигархов. На этот раз неизвестные выложили в интернет запись телефонного разговора российского миллиардера Романа Троценко с его приятелем Николаем Матушевским. В разговоре они называли Путина придурком, говорили о том, что он ведет страну к поражению и краху и предрекали, что в России в скором времени может начаться гражданская война. Буквально месяц назад в сети уже появлялась похожая аудиозапись, на которой известный российский продюсер Иосиф Пригожин смачно ругал Путина в разговоре с другим российским олигархом Ахмедом. И вот теперь мы видим, уже выложили новый разговор и все эти записи вместе наглядно иллюстрируют нам реальные настроения российских элит. Особенно важно отметить, кто такой этот миллиардер Троценко. Форбс оценивает его состояние более чем в 3 миллиарда долларов. Троценко долгое время был советником главы Роснефти, близкого соратника Путина Игоря Сечина и считается его человеком. То есть это не какой-то оппозиционер или либерал, это как раз представитель близких к Кремлю бизнес-кругов. И вот что сейчас в этих кругах думают о происходящем. Никакой же концепции дальше нет, понимаешь? Они поврут в какой-то момент времени и они не оставят за собой ничего. Это просто будет выжимая пустыня. Миллиардер Троценко рассказывает, что ему больше нечего делать в России, так как она фактически обречена. И в дальнейшем он собирается строить свой бизнес в Индонезии. Да, по его мнению Индонезия, которая, ну вообще-то, прямо говоря, является страной третьего мира, тем не менее, гораздо более перспективна, чем Россия. Если Индонезия в ближайшие годы будет только расти, то Россия, соответственно, будет только падать. А уровень жизни в России будет только ухудшаться. Не надо не вспоминать, что было в России, потому что этого уже нет и не будет. А надо попытаться в новых местах найти что-то. Коля, это невероятно крутое место. Оно будет в России. Допустим, там вырастет за 10 лет, все в 10 раз. Понимаешь? В России все за 10 лет падает в 2 раза. Троценко считает, что Путин выжил из ума. Он ментально застрял в 19 веке. И его безумная политика закончится для России адом и кошмаром. И да, важно понимать, что все это говорит не просто какой-то эксперт из телевизора или человек с улицы, а все это говорит человек, который, очевидно, имеет доступ к информации на самом верху. Ну, на секундочку, это партнер Сечин. А если он убежден, что Россию ждет крах и банкротство, значит, очевидно, у него есть на то веские основания. К сожалению, Россию, которую мы так искренне любим, она оказалась в лапах от каких-то мудил. Потому что... Да, да, да. Которые... Ну, и споют какие-то странные композиции 19 века. Это ничем хорошему не может закончить. Это закончится адом. Троценко считает, что вскоре люди начнут резать друг друга на улицах Москвы. И когда это произойдет, лишь вопрос времени. В этом он, кстати говоря, солидарен с Гиркиным, который дает примерно такие же прогнозы. Люди будут бивать друг друга на улицах. Резать там и так далее. За улицах Москвы нет. За улицах Москвы. Это просто вопрос времени, когда это произойдет. Теперь Троценко говорит своему собеседнику, что наилучшим выходом для него будет сделать гражданство другой страны и валить из России, которая стремительно погружается во мрак. Потому что никаких позитивных прогнозов относительно будущего России у миллиардера Троценко нет. К сожалению, страну у нас украли, родину России. Ну, значит, надо что-то делать хорошее друг в друга. Хочется спросить, слушайте, ну вот это будет правда считать, что вот этот человек может страной управлять, если он одно и то же каждый год говорит? Делать гражданство, поверь мне, это будет твоя лучшая инвестиция. Не в юристов, а также делать гражданство своим детям, маме и так далее. Коль, подать задачу свою за следующий год делать гражданство. Почему? Да очень просто, потому что в России все рушится. То, что мы слышим, показывает реальные настроения среди российских элит. Даже среди приближенных к Кремлю олигархов, миллиардеров, как мы видим, зреет огромное недовольство тем, что происходит. Зреет огромное недовольство политикой Путина. Даже те, кто внешне остается лояльным и даже на словах может поддерживать вторжение в Украину, в реальности близки к панике. Они понимают, что Путин просто толкает Россию в пропасть и скоро все посыпется. Одни, словно крысы, уже начинают бежать с тонущего корабля, перевозят бизнесы, пытаются вывозить свои семьи. Но фишка в том, что так поступить могут не все. Многие просто не могут уехать. У них нет такой возможности. И вот среди этих будет дальше зреть недовольство. И это на самом деле идеальная среда для какого-нибудь внутреннего дворцового переворота. Потому что очевидно, что чем дальше, тем больше будут такие настроения накапливаться. Ситуация в России будет ухудшаться. Недовольство Путиным будет усиливаться. И рано или поздно вот в этой среде таких внешне лояльных каких-то бизнесменов, олигархов, может реально созреть настроение для организации такого дворцового переворота. Очевидно, сам Путин об этом догадывается. Он все прекрасно понимает. Именно поэтому он боится. Именно поэтому он не вылезает из бункеров. Именно поэтому он постоянно сидит за какими-то длинными столами от своих собеседников. Очевидно, опасаясь не столько коронавируса, сколько того, что кто-то ему там тюкнет чем-нибудь по темечку. Но так или иначе ситуация складывается довольно взрывоопасной. Постоянно мы видим, появляются новые и новые записи. И все это указывает на то, что действительно вскипает эта среда вокруг Путина. Это, кстати, для него самое опасное. Потому что на настроение простолюдинов им плевать вообще. А вот самое плохое, это действительно вот такое недовольство среди элит, среди ближайшего окружения. Потому что совершенно уже очевидно, что тот маразм, который происходит, та дичь, она вообще абсолютно никому не нравится. Никто с этим не согласен. И что-то мне подсказывает, что еще в ближайшее время появятся новые такие записи разговоров. И будет все более и более очевидно, что накаляется вот эта атмосфера. И недовольство Путиным среди его же соратников, среди его же окружения многократно усиливается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok